Вы знаете, искусство так испортило мою жизнь, оно практически отняло у меня полжизни, искусство ваше. Вот, я, потому что я, опять же, конечно, категорично скажу, что, ну, это, конечно, очень, очень, это одно из самых-самых, самых серьёзных, какие-то сплетения таких дьявольских, это подмена, подмена религии искусством. И искусство взяло на себя вот эту вот, взяло на себя смелость, хамство, быть учителем, воспитателем души, оно взяло на себя функции Бога. И сколько людей оно погубило по-настоящему, физически. И сколько людей выкарабкались, я не знаю, каким образом из-под обломков этого искусства, потому что оно невероятно привлекательно. Оно нет ничего, даже, вот я вам скажу, как актриса, которая довольно много отдала лет этому, что ничего интереснее театра, ничего увлекательнее, какие-то наркотики. Нет, это просто, это можно, это сумасшедшее интересное занятие. Это просто вот, вот, это, 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 ну, прям по-настоящему такая, знаете, когда я смотрю, там такой-то спектакль поставили, и так-то, и так-то, а сейчас-то вообще и так, и ся, и так-то. Я думаю, чем они все занимаются? Эти мужчины, женщины, голые, полуголые, одетые, раздетые. Зачем это нужно? Кому это нужно? Это не нужно. Вот вы знаете, в этом смысле я, ну, сейчас я уже на эту тему не думаю, уже о душе пора подумать, не о своей, не о чужой. Но я в свое время очень много думала о том, что говорил Иоанн Кроштадский, праведный отец, о театре, и то, как относился к нему Николай Васильевич Гоголь. Все-таки он, да, делал такую большую, не просто такое снисхождение, театр, лещенка, храму. И отец Иоанн Кроштадский, который кричал, вот как я сейчас кричу, не подпускать, не трогать, не подходить к православным людям, не сметь. Потому что даже если вам кажется, что там какой-то спектакль, он так хитро замаскирован под то, что он вам что-то разумное, вечное, нужное диктует и преподает, это ложь, это стократная ложь. И чем талантливее режиссер, и чем талантливее пьеса, тем опаснее вот эта вот подоплека, тем она скрытнее, тем она замаскированнее. Вот. Я совершенно с этим согласна. Я, конечно, человек малообразованный, потому что я вовремя остановилась на литературе. Я очень много читала в юности, очень много читала, и меня в какой-то момент Господь развернул, развернул, я уже не помню, как это случилось, в сторону русской литературы. И дальше пошла уже советская литература замечательная, там Семенов, казаков, которых я открывала для себя. Дальше пошли деревенщики. Да, я открыла для себя вообще другую жизнь, потому что в этом смысле она вся... Я только что ругала искусство, это тоже же искусство. Но это... Ну, какая-то надежда есть, значит. Да, ну да, вы меня поймали, конечно. Конечно, но обязательно с позитивным, с позитивным, обязательно с божественным началом. Если этого нет, хоть на секунду, нет, не надо. Просто, Екатерина Сергеевна, когда вы говорите, это ведь звучит очень серьезно, именно потому что это вы говорите, потому что вы имеете право говорить, да? И это нельзя воспринимать не всерьез. И поэтому у меня здесь действительно... То есть для меня вопрос совершенно непраздный. Я, как мне кажется, понимаю, о чем вы говорите, и тоже пытаюсь как-то это со своей колокольни увидеть. Я посмотрел сейчас последний фильм Кончаловского, «Грех» про Микеланджело. Да, ой, простите, можно я вас перейдем? Да, да, конечно. У меня с сыном очень много всяких вопросов бывает на эту тему, и споров даже иногда. И вот мне как-то позвонил и говорит, ну вот я тебе скажу, вот ты все говоришь, ты ругаешься, а я тебе скажу, иди и посмотри «Грех». Я посмотрю, что ты мне скажешь, а я тебе говорю, что это очень хороший фильм, что это нужный фильм, что это, уж ты знаешь мое отношение ко всему, и это грех, надо смотреть всем. Я еще, правда, не посмотрела, но он категорически, он говорит, я даже слушать не буду твоих возражений. Вот посмотришь, потом поговорим. Там Микеланджело в конце фильма говорит, «Я всю жизнь шел к Богу, а пришел только к человеку». Он говорит, что на мои, я понял, что на мои произведения, которые считают шедевры, на них нельзя молиться. И вот мне кажется, что это вывод, который режиссер делает не про Микеланджело, а про искусство вообще, как бы проводя границу, да, даже самое возвышенное. Вот это вам близко или нет? – Да, конечно. Ну а как же, я об этом и говорю. – Да, да, вот я и думаю, вот с этим можно, вы можете с этим согласить. – Вы знаете, сколько-то лет назад, давно, когда-то, когда только вышел Андрей Рублев, и я училась еще в Авгейке тогда, ну и мы все, конечно, были совершенно заморочены, у нас были у всех свои приоритеты, одно и то же, у всех вместо иконы бессил Хемингуэй, Хемингуэй был несчастный на стенках, поэтому мы были как под одну копирку. Это хорошо, это плохо, Рублев там, Тарковский, это, это, это. И прошло много-много-много лет, и я по какому-то случаю, по тому же телевизору посмотрел Андрея Рублева. Я пришла в такой ужас. Это вообще, это вообще не про то. Это вообще не про то. Это про искусство. Это про себя. Это про я, художник. Может быть, да, есть еще какие-то там параллельные темы, но они приглушены. Самое главное – я творец. Я сотворец. Но в искусстве это ведь и есть главное. Я сотворец. Но я не думала, что Андрей Рублев. Я как-то упустила это. Я думала, что это об Андрею Рублеве, что это оказалось, что это о Тарковском. Я расстроилась. Просто, знаете, я была потрясена. Я каким-то еще очередным, каким-то глубинным обманом, который, может быть, и Тарковский не знал. Понимаете? Это прям вот это вот, невольно с помощью Кронштадтского. Вот как-то человек и сам не знает, а он вот так заложен в искусстве. Вот это вот заложено в искусстве борьба с Богом. Она заложена прямо, она специально прямо сделана. Вы думаете, это борьба? Это не сотворчество, это борьба. Нет, нет, нет. Это та же самая борьба дьявола с Богом, только на очень изысканном уровне. На самом изысканном, может быть, какой только дьявол придумал это искусство. Почему я говорю, чем талантливее художник, писатель, режиссер, тем опаснее, тем внимательнее, внимательнее нужно смотреть человеку, который следит за спасением своей души, конечно. Вот так.